Курганский аэропорт В Кургане задержали наркозбытчика, который пытался распространить смерть. Злоумышленника поймали в одном из садоводческих товарищей, сообщает ОМВД региона. 29-летний ранее судимый Курганец планировал разложить запрещенное вещество в тайники. У подозреваемого было изъято 10 герметично упакованных свертков, содержащих почти 5 граммов скорости. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 20 лет тюрьмы. В Кургане по улице Промышленная в ночь на 24 ноября произошел хлопок газа в одноэтажном строении. Гаражный бокс и жилое помещение рухнули, а потом возник пожар. Под завалами погибла семья из трех человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причина трагедии устанавливается, идет расследование. В Кургане в этом году сделают пять новогодних площадок с елками и горками. Елки появятся в Восточном, в Гагаринском сквере, в Рябково у Спутника, в Заозерном у Современника. Впервые своя площадка с елкой будет у жителей Черемухова, рядом с КСЦ Черемушки. Главную елку смонтируют на Центральной площади к 15 декабря. Здесь же оборудуют каток, ледовый городок, фотозоны и прочее. В Заурелии учеников с 1 по 4 класс выводят с дистанционки. Школьники вновь сядут за парт и с 30 ноября, сообщает Оперштаб региона. Это связано с тем, что за последние четыре недели снизилась заболеваемость ОРВИ коронавирусом среди детей и подростков. Также постепенно начали выздоравливать и заболевшие учителя. Во всех школах у каждого класса будет свой график начала уроков и перемен. Меры безопасности – термометрия на входе, обработка рук антисептиком, дезинфекция помещений и проветривание. А вот учащимся с 5 по 11 класс пока придется продолжить дистанционное обучение. Студентам, которым необходимо пройти практику, рекомендовано выйти на очную форму с 25 ноября по 30 декабря. Курганская область в топ-15 регионов с самым низким уровнем зарплат. Здесь каждый пятый работающий получает менее 15 тысяч рублей. Такие данные приведены в рейтинге регионов РИА Новости. При этом более 100 тысяч зарабатывает только полтора процента зауральцев. По этим показателям зауралье занимает 71 место из 85 субъектов страны. По словам экспертов, на рынок труда повлияла пандемия коронавируса. Самые высокие зарплаты в Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Москве. Там более 100 тысяч рублей получают от 30 до 40 процентов работающих жителей. В аутсайдерах рейтинга – Республика Мордовия, Кабардино-Балкария и Ивановская область. Выпускникам 11 классов из-за коронавируса перенесли итоговое сочинение. Теперь оно пройдет не в декабре, а весной 2021 года, сообщает оперштаб региона. Решение принималось по согласованию с Рособранадзором и Минпросвещение. Напомним, успешное написание такого сочинения – это допуск государственной итоговой аттестации. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья могут написать изложение вместо сочинения. Кроме того, оперштаб изменил формат итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов. Если в следующем году эпидобстановка не улучшится, то его проведут в дистанционном формате. Отметим, в 2021 году в Заурале из 9 классов будет выпущено 9205 учеников. Из 11-х – 4022 человека. В Кургане на дороге горел пассажирский автобус. Происшествие произошло утром 21 ноября в микрорайоне Рябково. В пазике загорелся моторный отсек, сообщает ГУМЧС России по Курганской области. Оперативно прибывшие огнеборцы потушили пожар в течение пяти минут. На момент возгорания в автобусе находились водитель и кондуктор. Они самостоятельно покинули транспортное средство. Пострадавших и погибших нет, отмечает МЧС региона. В Курганской области новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом. На 20 ноября выявлено 103 новых случая COVID-19, сообщает оперштаб региона. 46 ковид-больных в Кургане, остальные пациенты из разных районов области. До этого самое большое количество зараженных было зафиксировано днем ранее – 101 человек. Всего с начала пандемии в Заурале выявлено 7763 случая коронавируса. Проведено свыше 313 тысяч исследований на COVID-19. Сегодня говорили про Курган, где лекарства получают, что называется, день в день. Путин похвалил Курганскую область за оперативную раздачу бесплатных лекарств для ковид-больных. Президент России поставил наш регион в пример другим. Напомним, на такие лекарства из федерального бюджета было выделено более 31 миллиона рублей. Однако зауральская медицина продолжает хромать. Большие очереди в больницах, нехватка мест и задержки тестов на коронавирус. На все это накладывается резкий рост числа заболевших COVID-19. Власти пытаются решить все проблемы, но пока значительных перемен жители не ощущают. В Кургане на 281-м километре трассы Иртыш 18 ноября произошла смертельная авария. Легковой Ниссан под управлением 37-летнего водителя столкнулся с попутным ГАЗ-3303. После этого иномарка врезалась во встречную фуру DAV. Водители грузовиков не пострадали, а вот легковушку сильно смяло. Водитель Ниссана скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. В Кургане придумали, как убрать очереди в больницах. С 19 ноября в филиале Курганской поликлиники номер 1 в Заозерном начнет работать еще одна врачебная комиссия. Она будет выдавать больничные листы, сообщает оперштаб региона. Теперь ежедневно пациенты будут получать около 180 листов временной нетрудоспособности вместо 100. Напомним, ранее перед поликлиникой собралась длинная очередь ранним утром, чтобы получить талон. Кургану выделили 80 миллионов рублей на ремонт фасадов зданий. Деньги поступили из областного бюджета, сообщает правительство региона. Благоустройство фасадов было запланировано в 33 многоквартирных домах города. Они расположены на улицах Володарского, Гагарина, Гоголя, Кулимиготина, Красина, Карла Маркса, Ленина, Горького, Пичугина, Пролетарской. Большую часть работ завершат уже до конца этого года, остальные доделают в 2021 году. Стоит отметить, что строители работают на объектах 6 дней в неделю. Для выписки теперь хватит одного отрицательного ПЦР-теста на ковид. Ранее пациентам нужно было дожидаться двух отрицательных результатов. Контактные лица находятся на изоляции на срок не менее 14 календарных дней. Но есть нюанс, если отсутствует клиническая симптоматика, проведение лабораторных исследований методом ПЦР не требуется. Такие граждане смогут выйти с самоизоляции без лабораторного исследования. Напомним, в Заурале сохраняются проблемы с тестированием на ковид и очередями в больницах. Наш земляк Юрий Гальцев снял клип про Курган. Съемки прошли на родных уголках города и Заурале. Клип был снят во время недавней поездки артиста на родину. В новой песне Гальцев поет о любви к Кургану, его природе и жителям. Переболевших короной в тяжелой форме отправят в санаторий и лесники. Там начнет работу отделение реабилитации пациентов, которые после ковидной пневмонии получили серьезные осложнения на органы дыхания. Отделение рассчитано на 80 коек, сообщает оперштаб региона. Санаторий и лесники у нас специализировались для лечения бронхолегочной системы. У них есть опыт работы с пациентами, имеющими заболевания бронхолегочной системы. И у них есть и разработанные методики. Эти условия и чистый воздух соснового бора позволят пациентам восстановиться в кратчайшие сроки. Реабилитация в санатории будет бесплатной, и решение направлений будет принимать лечащий врач. Первоочередное право будут иметь пациенты без температуры и с двумя отрицательными результатами на COVID-19. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова